Волгоградцев так же, как и автолюбителей со всей страны ждет запрет на ввоз в Россию праворульных автомобилей. Правда, касается это только машин класса М2, М3, грузовых транспортных средств, самосвалов и автобусов. Однако правила ужесточаются и для легковых авто, которые были куплены до 1 июля 2020 года. По словам экспертов, все сводится к постепенному избавлению от подобных автомобилей в России. Второе изменение касается тюнигования машин, введения изменений в машинах. Если вы ставите газовый баллон, ставите фаркоп или крышный багажник, какие-то изменения еще делаете на машинах тюнинг. Раньше можно было просто дистанционно направить фотографию в соответствующую организацию, получить разрешение и поставить на учет. Сейчас этого уже нельзя делать. В обязательном порядке вы должны подъехать в специализированную лабораторию, которая имеет сертификат, лицензированный и имеет полномочия на проверку и выдачу соответствующих разрешений. И третье изменение коснется водителей, которые в этом году отправятся обновлять или только готовятся получить свои первые водительские права. Осенью прошлого года всю страну всколыхнул вопрос о получении справок от наркологов при прохождении медкомиссии. В России собирались ввести обязательный и довольно дорогостоящий анализ на употребление наркотиков. Но благодаря отклику автолюбителей и сообществу автомобилистов это решение в силу так и не вступило. Однако с 1 июля в несколько измененном формате оно все же станет законным. Такой анализ на дополнительные анализы должен сдать тот автомобилист, водитель, который меняет свои права, у которого врачи при замене прав обнаружили признаки злого употребления алкоголем или наркологией. Вот в этом случае есть здесь подозрения и обнаружили какие-то следы остаточные. Они будут сдавать дополнительные анализы и платить за это. Остальных автолюбителей эти изменения не коснутся.